На Нью-Йорк и соседние штаты Северо-Востока США движется мощная снежная буря со Среднего Запада. Угроза штормового ветра и гигантского атлантического прилива может свести на нет усилия властей и местных жителей по восстановлению прибрежной зоны, пострадавшей в результате нашествия урагана Сэнди прошлой осенью. Готов ли город Большого Яблока к большому шторму, выясняла Елена Мещерякова. Прогноз непогоды на ближайшие двое суток может обрадовать разве что ритейлеров. В крупных строительно-бытовых магазинах на Среднем Западе с ураганной скоростью сметают с полок залежавшиеся товары зимней необходимости. Соль, лопаты, генераторы не расходились даже на сейлах. Такого снегопада в Чикаго давно не помнят. Мы только что сменили сезонный ассортимент, а тут пришлось снова доставать с самых дальних полок годовые запасы соли и прочего. Зато подчистим наши склады. На расчистку снега, который покрывает штат Иллинойс, со скоростью 3 сантиметра в час брошено 600 снегоуборочных машин и около 300 тысяч тонн реагентов. Накопилось за две прошедшие бесснежные зимы. Северная Дакота, Миннесота, Висконсин и Вашингтон погружаются в сугробы и выбирают имя для новой бури. В округе Колумбия предполагают свой вариант. Шторм, обрушившийся на страну как секвестр на головы налогоплательщиков, называют сноу-квестром. Синоптики окрестили его Сатурн. Но от перестановки слов в новостных заголовках результат не меняется. Остановлены занятия в школах, не рекомендованы поездки на автомобилях, полторы тысячи внутренних авиарейсов отменены. Но аналитики предупреждают, превентивные меры могут оказаться недостаточными, когда стихия доберется до берегов Нью-Йорка и Нью-Джерси. Предстоящая атака непогоды внушает серьезные опасения относительно береговой зоны А в Нью-Джерси. Нас ожидают сильнейшие порывы ветра и большой прилив, который может вызвать частичное затопление районов, уже пострадавших от урагана Сэнди и восстановленных за прошедшие три месяца. Весеннее дежавю осеннего урагана не приведет к серьезным разрушениям, но очевидно закончится финансовым скандалом. На восстановление зоны А уже потрачено около 50 миллионов долларов и часть этих вложений может смыть очередной штормовой волной. Вздыбившийся парк у Гудзона лишь несколько дней назад вернулся в свое первоначальное состояние. Это стоило городу 300 тысяч долларов. Новый каприз природы нью-йоркцам не по карману. Буря! Скоро грянет буря! А по Нью-Йорку и не скажешь. Весна в городе, но оказывается ненадолго. Уже завтра к вечеру горожанам рекомендуют воздержаться от прогулок по набережным Гудзона. Елена Мещерякова, Ксения Муштук, Александр Бабаев. Телекомпания РТВА. Нью-Йорк.